Браво! И пока еще идут сокровищницы по залу, пока мы еще собираем пожертвования, я бы хотел обратиться к людям, которые сегодня в этом месте, в этом собрании, в подобном собрании, вы пришли сюда первый раз. Что значит первый раз? Можно включить свет? Пожалуйста. Однажды. Свет можно включить? 17 лет назад я пришел в подобное служение. В моей жизни были проблемы, они были связаны с употреблением наркотиков, и мои родственники, моя мать молилась за меня, очень много молилась, очень долго молилась. И вот однажды меня пригласили в подобное собрание и сказали, пойдем в церковь. А что там делается? Дальше. И мне кажется, что у меня есть, очень много химических возможностей. Кто-то хорошо, где-то не очень. Ладно они, а я. Если бы это был массовый гипноз, это бы и меня коснулось, а меня не касалось. Потом вышел молодой мужчина, в костюм, хорошие слова говорил. И он начал говорить правильные слова, эти слова касались моего сердца. Он открыл Библию, начал что-то оттуда цитировать. Я помню и никогда, наверное, не забуду в жизни этих слов, когда он говорил, Бог любит тебя. У меня внутри, я пытался найти, за что меня-то. Ну ладно, вот Екатерину Васильевну, Игоря Ивановича, вот эту вот красивую молодую пару, вот эту вот женщину, понятно, у нее бизнес свой, вот того мужчину тоже. А меня-то за что? Бог, у меня-то нету ничего такого хорошего в жизни, чтобы могло тебя, Бог, чтобы могло как-то хотя бы тебя смотивировать меня любить. И вы знаете, вдруг, как будто бы этот проповедник, молодой парень, который еще ходил по сцене, этот пастор, они его звали пастор, он как будто бы читал мои мысли, и он мне отвечает, я понимаю, что кого-то не за что любить. Я думаю, что-то он у меня в голове. Но Бог пришел именно для тебя, потому что не здоровым нужен врач, а больным. У кого в жизни есть вопросы, и эти вопросы нерешаемые, кто еще никогда не примирился с Богом, пожалуйста, придите, я думаю, это ко мне. Вот я такой. И я встал, и еще несколько человек поднялись, и мы пошли. Я, может быть, не до конца что-то понимал, но я чувствовал в атмосфере, что то, что происходит, в этом нет фальши. Меньше всего, дорогие мои, нам хочется каких-то заменителей, фальши, чего-то ненатурального. Мы все любим натурный продукт. То, что я хочу предложить сегодня, это не только лишь отношение добрых людей к тебе, отношение меня, как пастора, к тебе. Это любовь к Небесному Отцу. Он любит тебя таким, какой ты есть. Вот со всеми своими кривизнами, со всеми своими внутренними компромиссами, вот все, что есть, Он тебя таким любит. И Он хочет дотянуться до тебя, прикоснуться и быть внутри, жить с тобой, назвать тебя своим сыном или своей дочерью. Для этого нужно сделать шаг Ему навстречу. Он уже сделал. И Он не врывается, не ломится. Он не бандит с большой дороги, чтобы вскрыть твое сердце и войти туда, и навязывать тебе что-то. Он предлагает, предлагает. Он стоит и стучит, и кто отворит, к тому войдет, и с тем будет вечерять, и сделает его победителем. Пожалуйста, я приглашаю тех людей, которые здесь сегодня первый раз. Придите сюда, не стесняйтесь. Мы готовы сегодня поддержать вас аплодисментами. Приходите. Не стесняйтесь. Проходите сюда. Вставайте ко мне лицом. Ко мне лицом вставайте. Вот, и вот. Не стесняйтесь. Проходите. Ко мне лицом вставайте. С вами был. Вы уже молодцы, что пришли. Да. Вы знаете, вы уже чемпионы. Вы знаете об этом, что вы чемпионы? Аминь. Я вам серьезно говорю. Кто-то думает, я неудачник там. Вы чемпионы хотя бы только потому, что из миллиона возможностей вы дошли до цели, и вы родились на свет. Я потом вам объясню, что-то. Кто-то понимает, говорит, да-да-да. Да, Аминь, да, так и есть. Из миллиона возможностей вы дошли до цели. И сейчас, послушайте, в жизни есть два важных момента. Первое – это рождение на свет, а второе – это духовное рождение. Сейчас вы будете рождены свыше. Может быть, вы не до конца это осознаете своим разумом. Сейчас важно, чтобы участие в этом принимали ваше сердце и ваши уста. И поэтому я задам вопрос. Верите ли вы в то, что Бог есть? Не веришь? Я говорю, не веря и не вышли бы. Не веря и не вышли бы. Все верят, что Бог есть. Может быть, его как-то по-другому называете. Высшей силой, каким-то там вселенским разумом. Как бы это ни было, мы обращаемся в своем собрании к первоисточнику этой Библии. И мы знаем, что имя этого Бога – Иисус Христос. И Библия говорит, что всякий, призвавший Его имя в свою жизнь, спасется. Поэтому вам нужно верить сердцем, а устами исповедовать, что Он есть. И я предлагаю вам сейчас исповедать Иисуса Христа своим Богом. Это простая молитва, которая переведет вас из состояния грешного человека в состояние рожденного праведника. И вы будете побеждать грех не по своим делам и поступкам, а по своему происхождению, как дети Божьи. С этого момента начнется ваша другая жизнь и другой отчет. Я предлагаю вам сейчас закрыть глаза и вслух прочитать эту молитву со мной. Я лишь помогу вам найти правильные слова. Поэтому обращайте эту молитву к Богу. Пожалуйста, закройте глаза. Церковь, давайте поможем этим людям и вместе будем повторять эту молитву. Повторяйте ее за мной вслух, чтобы вы слышали себя. И обращайтесь к Богу. Дорогой Небесный Отец, Я прихожу к Тебе в этой молитве. И я прошу Тебя, Прости мои грехи, Прости мои беззакония, Которые я знаю и не знаю. С этого дня Я исповедую Тебя Своим Богом. И прошу Тебя, Прими меня Свою семью. Во имя Отца И Сына И Святого Духа. Аминь. Аминь. Благословляю. Я вас поздравляю. Михаил, поздравляю. Александр, поздравляю. Оксана, поздравляю. Сергей, поздравляю. Пуцик, поздравляю. Аминь, проходите на свое место. После служения подойдите вот к этому молодому человеку, он скажет вам, что делать. Сергей, помаши рукой. Аминь. Давайте мы поднимемся, еще проставим Господа, и мы будем открыты для служения, которое будет сегодня нести нам пастор Сергей. Аминь. Я вхожу в святое сады, через кровь святую и поднимемся. Я вхожу в святое сады, через кровь святое сады, через кровь святую. через кровь святую твое. Я вхожу в святое сады, через кровь святую твое. Я поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Я поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Твоё имя Святое, Святое Господь. Я прошу Святое, Святое, через кровь Святую Твою. Жизнь ты своей заплати, за мою свободу Тебе. Я поклоняюсь Тебе, мой Бог. Я поклоняюсь Тебе, я поклоняюсь Тебе. Я поклоняюсь Тебе, Твоё имя Святое, Святое Господь. Тебе, Твоё имя Святое, Святое Господь. 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 Твоё имя Святое, Святое Господь.